Теорусловение там будет еще кое-что, но я уже заканчиваю, потому что мы переходим к основной части, вот именно основе теорусловения. И здесь, ну, наверное, половина из того, что здесь перечислено, а вот это перечислено, в принципе, ну, сколько здесь, там, больше десяти пунктов, это примерно как раз больше десяти вебинаров. По каждой, ну, по большей половине у меня уже есть презентации, какие-то допишу, вот, и это вообще, ну, каждая часть достойна рассмотрения детального. Вот, ну, и смотрите, уже мы с вами посмотрели, да, что мы можем подходить к рассмотрению любого объекта с структурного подхода, с функционального подхода для каждого река своя, и можем подходить с генетического подхода, да, чтобы выяснить, что с ней будет в нашем понимании. Мы хотим посмотреть, а что ее породило, что ее привело к образованию этого. Вот, генетический подход. И отсюда мы сразу переходим к руслопормирующим факторам, и, ну, когда я писал диссертацию, у меня была целая такая диссертация была в двух томах, ну, один из вариантов диссертации, вот, то есть это там 600 страниц примерно, и вот там была такая, практически целая книжка была посвящена руслопормирующим факторам. То есть я рассматривал, а что еще влияет на русловые процессы на реке, потому что это принципиальный вопрос. Это примерно как главный, основной вопрос философии есть, да, а у нас есть основной вопрос русловедения. Вот, какой из них, действительно, прямо основной не знаю, но вот это претендент на основной вопрос русловедения. Вопрос звучит так. Что определяет русловые процессы? И есть целый клан, громадный клан. Все, как вишники, считают, что русловые процессы определяют течение воды. А есть второй клан, которые говорят, нет, не только русловые процессы, а не только текущая вода определяет русловые процессы, а еще многое-другое. И понятно, что многое-другое, поэтому мы рассмотрим вот этот большой список разных руслоформующих факторов и посмотрим, как они по-разному влияют на наши разные реки. Вот. Потом отсюда перейдем к пониманию руслоформующих критерий. А что такое критерий? Критерии это вот уже... Критерии это соотношение факторов. И один фактор должен быть внешний, и один должен быть внутренний. Ну и расскажу разные руслоформующие критерии, вот, и покажу, каким разным типом руслопроцессов они приводят. Затем, этап развития русловения. Такая вещь тоже никто не рассказывает. Я, по-моему, уже пару раз рассказывал когда-то. Вот. Статью послал публиковать, не публиковали статью, вернули, сказали, что что-то она слишком какая-то такая. Вот. Вот по этапам расскажу, что вот что было, какие методы исследований уже, так сказать, ушли в прошлом. И что самое удивительное, в этих методах все еще до сих пор кто-то барахтается. И даже гранты выбивают, и даже защищают, вот, и гранты сдают. В общем, жалкое зрелище. Вот. Покажем, что же дальше. Вот. И как раз, если уж тут не скрывать, то как раз вот это. Это и есть этапы, коллеги. Вот это дальше. Вот. Это и есть эти самые этапы русловения. Вот я сейчас красным выделил квадратик. Вот. В прошлом у нас когда-то были гидролого-морфологические зависимости, хотели найти универсальную какую-то зависимость. То есть это все в прошлом, это уже теперь неинтересно, без перспективов. Потом выяснилось, что рейки-то разные, поэтому зависимости должны быть разные. Вот. Соответственно, типы процессов. Есть типы процессов описанных, есть неописанные. Есть вообще какие-то другие особые объекты. Вот. Вот. Потом типизации. Это пытались их как-то типизировать. Потом выясним с вами, чем типизация отличается от классификации, и выясним, что надо переходить к классификациям. Затем будут много критериальных классификаций, которых пока очень мало. Я практически все по руслому процессу вам покажу. Существующие на данный момент много критериальных вообще нету. Ну, если не натянуть. Потому что вот у меня у самого, я сам сделал несколько двухкаритериальных классификаций. Соответственно, если их продолжить размножать, то и от этого и будут два критериальных классификаций. Вот. Выясним, в чем их сила. Посчитаем их по формуле бином Ньютона. Выясним, как делать новые классификации. Выясним, какая из них правильная. Выясним, что они все правильные. Выясним, почему они правильные и когда они правильные. Вот. Но это, оказывается, не конец. Оказывается, что потом это еще не решение. Это почти решение. Это хорошее решение вот как раз вот на данном этапе развития. Потому что пока этого нет, вот этот следующий шаг, он как раз хорошее решение. Но это не конец. По крайней мере, дальше у нас должны вот эти много критериальные классификации. Это что? Это такие простые, линейные модели, по сути. Модели превращения типов друг в друга. А мы должны потом рассказать, когда все поймем, как разные руслоформующие факторы влияют на русло, как соответствующие руслоформующие критерии отвечают генетическим цепочкам последовательности разных типов процессов. Мы перейдем к очень важной вещи, это понимание, как происходит смена одного типа в другой. Как меняются вот эти типы, как меняется развитие конкретного участка реки по одной схеме информации в другие. Вот. Это как раз будущее такое, будущее русловедия, о чем пока мало кто даже задумывается. Соответственно, расскажу законы русловедия, покажу, что они разные для разного. Это там вообще много чего поговорим. Сизическое моделирование, тематическое моделирование, да как будешь, куда деться от этого. Дмитрий Михайлов пишет, Саша, здравствуй. По исканиям вопросов можно также задавать встречающиеся в работе. Да, конечно, будем отвлекаться с удовольствием. Давайте вопросы. Потом покажу следующий шажочек в развитии нашего, который еще никто не сделал. Я вот последние три года с Александром Костюк развиваю в статистическом условии. То есть покажу, что не все так просто. Пока у нас никаких статистических показателей нет, пока никакой вероятности нет, пока ничего. Поэтому расскажу. На курсах, вот я сейчас закончил, у нас с 13 по 21 марта, я там рассказал, что так смачно. Но это еще не все. Там я статистический подход показал. А потом я уже разработал, как это превратить в деньги. Как это сделать из статистического условия, вот этих вероятностей. Как получить экономическое условие, то есть риски. То есть произведение вероятности на рублей. То есть то, что прямая смычка с практикой. Уже не с той практикой, а на этом уровне. Смотрите, мы всегда каким-то образом, грубо пытаемся ответить на те вопросы, запросы, которые нас задает практика. И мы пока отвечаем, в общем-то, довольно так вот плохенько. Но отвечаем. Вот то, что я рассказываю в практике, в предыдущем вебинаре, в феврале, там я показывал систему, систему расчетов планов глубинных деформаций плавенных протоков и обоснований построения прочей определенного размыва. На этом этапе развития науки. Но потом постепенно, мы будем смеяться над этим, то, что я рассказывал. Сейчас это то, что нужно. Сейчас это очень актуально. Сейчас это на переднем плане, на переднем фронте развития потребностей практики. А потом все это будет забыто, будет высмеяно, потому что потом, когда мы перейдем к следующему этапу развития нормальной науки, потом она нам даст более инструментальные уже методы расчетов, методы понимания, что происходит с рекой. Ну и перспективы развития, это вот вообще, что там дальше еще. Это вот вторая часть такой. Дальше у меня несколько слайдов, посвященные, то, что я вам сейчас рассказывал, вот так по порядку. Здесь у меня несколько слайдов, что вот типы разные, что вот факторы разные, вот это развитие научных представлений в русловедении. Вот потом, что сначала хаос, да, хаос типизации, потом от этого хаоса типизации мы постепенно переходим к каким-то осознанным однокритериальным классификациям, то есть выстраиваем по порядку. Потом к двухкритериальным, многокритериальным классификациям. Вот потом вообще у нас появляется возможность генерировать массу разных новых классификаций. Затем расскажу о законах русловедения на разных этапах, уже не развития русловедения, а на разных, ну можно сказать, на разных этапах развития русла, но это неправильно будет, это грубо очень. А на разных стадиях, на разных, при разных степенях воздействия руслоформирующих факторов на русло. И там у нас будут прям сформулированы разные законы, которые для русловиков будут неожиданностью, потому что они об этом даже не задумываются, что надо такие законы рассматривать. Я вам просто сделаю обзор, у меня есть такая презентация, я вам покажу обзор существующих разных законов, которые разрабатывал Великанов Михаил Андреевич, Маковеев Николай Иванович, Кондратьев Николай Евгеньевич, Жанинцын. Вот, я все это пробеживаю всегда, но потом я вам покажу, что это все как бы, ну по крайней мере не системы. Можно сказать там обрывки, но это будет обидно, наверное. Вот, но что делать? Вот такова вот наука, если ее развивать, так надо развивать. Вот, я вам покажу потом уже системные такие, систему законов природы, то есть взаимосвязей. И это не просто выдуманные там мной или кем-то еще, это обобщение, конкретизация общих законов разных наук. Вот Геннадий Скворцов, почему здесь написан Геннадий Скворцов? Потому что вот он как раз такие книжечки написал, где обобщил из разных-разных-разных наук общие законы. И потом эти законы уже актуализировал, вот такое слово у него, то есть применил, конкретизировал, применил в конкретных науках вот общие законы, применил вот уже конкретно. И выяснил, что они, кажется, в некоторых науках сами по себе уже открыты были. Ну, а я сделал эту конкретизацию для русского процесса. Ну, я все эти законы вам расскажу. Потом статистическое русловедение, экономическое русловедение. Так, это тоже я вам все рассказал. Вот, и третья, последняя часть.